здравствуйте уважаемые слушатели и зрители с вами Вячеслав Котляров в Харькове 19 часов 25 минут 19 01 2017 года данный ролик будет небольшой но лично на мой взгляд очень информативный как я неоднократно говорил что даже на просторах интернета можно найти колоссальное количество информации связанные с сотовым мероустройством как многие исследователи едины во мнении наши оккупанты сознательно нам закидывать информацию но уже в искаженном виде есть вселенские каноны то есть они не имеют права у них нет таких рычагов чтобы с нами расправляться без нашего ведома то есть они наставят в известность а там поняли мы или не поняли никого это не волнует как я уже миллион раз приводил пример отвезите компьютер какой-нибудь бразильское племя и в лучшем случае они его используют как стул или как стол ну вообще там насколько мне известно люди не сидят на стуле поэтому они его скорее всего никак не используют тоже самая информация в интернете она на поверхности и лицом к лицу лица не разглядеть большое видно на расстоянии информационное поле очередной раз дало мне ответ вещи лес и незримо присутствует рядом со мной и я готов поделиться с вами новыми открытиями когда мы полгода назад писали сергеем тарасовым ролик он же соул гудман сотовая земля перезагрузка в момент сценария мы зашли в тупик плане того что мы не знали сколько слоев у нашей гигантской планеты предполагали 7 9 как я уже неоднократно говорил планета растет и слои могут увеличиваться но на просторах даже нашего информационного поля именно интернета мне удалось найти информацию которую я с удовольствием вам озвучу картинка как правило которая будет на экране видно относительно будет статично скриншот я данные выложу как и в группе контакте так и в группе в одноклассниках я поверхностно пробегусь по тем или иным моментам а детали возможно вы уважаемые слушатели и зрители сами увидите и возможно сами добавите значит я относительно отвольного выбрал в интернете картинку чтобы на ней было изображены скажем так сектора понятно что картинка никакого не имеет отношения моему наблюдению но чтобы нам визуально легче было разобраться я ее все-таки решил использовать наша планета гигант несмотря на это естественно она имеет поверхность на самой так сказать на самом верхнем слое живут по нашим меркам боги еще раз повторюсь если разрезать нашу сотовую землю вдоль то мы увидим некое подобие слоеного пирога торт наполеон слой теста слой крема слой теста слой крем точно также наша планета если мы ее разрежем в разрезе посмотрим то будут идти слой земель на которых находятся соты определенного порядка потом будут идти прослойка океана потом опять земель прослойка океана и прослойка земель и так далее и вверх и вниз мне удалось найти 14 слоев а если правильно сказать 14 названий этих слоев начнем с самого верхнего на котором живут боги и эти боги и скорее всего с легкостью могут перемещаться на схожие гигантские планеты да кто-то столкнется скажет позвольте но это ведические знания ну да это ведические знания и совершенно верно то сказать позвольте вячеслав вы не так их трактуете но вы знаете в африканском племени компьютер будут тоже не так трактовать как мы его трактуем поэтому основу я сейчас озвучу детали вы сами увидите и услышите так вот уважаемые слушатели зрители верхняя локация называется сатья лока а заметьте лока локация то есть по всей огромной планете по периметру как говорится и вправо и влево там тоже колоссальное количество ячеек и живут там не такие маленькие существа очень огромные и даже ведические знания сохранила нам возможность узнать сколько же они там живут каждое такое существо живет 15 триллионов 480 миллиардов лет ниже планеты это не оговорка планета это пласт то есть даже если мы нашу землю будем называть планета ничего там страшно нету планета это платок планета эта плоскость ниже сайте локи идут идет лока которая называется локация джана лока ведические знания нам подсказывает что там живут существа которые много миллионов лет не сбрасывает семя возможно так оно и есть ниже джаны лок идет слой ячеек тапа лока там живут аскезы существа которые занимаются самоограничением ниже тапа локи идет планета махар лока там живут существа божественного порядка которые проживают в среднем 4 миллиарда 200 миллионов лет ниже махар локи находится сварга лока собственно откуда и прилетели наши предки более низшие миры и скажем так благодаря им мы появились сварга лока по ведическим знаниям относится к сектору где живут полубоги каждый полубог среднем живет 309 миллионов лет данном случае я перечислил пять слоев которых я отнес миром богов то есть для нас они боги а также я отнес их к миру праве и славе тех кто изучает славяно-арийские веды прекрасно знают что в мире праве и славе живут наши боги а также живут наши предки поэтому наши предки прилетели более низшие миры со сварги локи и здесь зародили жизнь возможно кто-то будет наставить что современные ведические так называемые индусские знания другое нам рассказывают ну вы знаете про компьютер в лесах амазонии нам тоже дикари относительные дикари колыбельные цивилизации тоже могут другое рассказать эти слои я назвал это слои более высшего порядка дальше идут слои так называемого земного типа для себя я их обозначил мир яви хур лока здесь живем мы ниже идет от алла лока слой это слой которым живут существа демонического порядка собственно то они свое время проникли к нам снизу и начали нас так сказать уничтожать те кто смотрел фильм сотовая земля перезагрузка там про это довольно таки подробно на мой взгляд рассказывается потом идет витала лока ведические знания настаивает что там живет бог шива и он управляет низкими демоническими существами ниже идет слой сутала лока ведические знания утверждают что на данный момент они относятся божественной стороне слой демонический но сейчас как говорит ведическое знание там божественное проявление но сейчас это когда было сейчас когда эти веды писали тысячу лет назад вот на тот момент сейчас там возможно были на тот момент когда писали божественные сущности сейчас там вполне возможно могут быть опять демонические также средние миры имеет тала локу хотя она почему-то ведах обозначена как тала тала по утверждению ведических знаний там живут маги и колдуны это мы с вами прошли по средним миром теперь я обозначил самые низшие миры которые ближе к сердцевине нашей гигантской планеты находится это пекельные миры миры navi махата тала на этом слое живут существа змееподобного вида раса тала пата лока кур лока все эти пекельные миры сплошь и рядом напичканы существами демонического порядка собственно откуда из пекла они к нам проникают наши миры веды корректируют что якобы мы живем на кур локи я думаю неправильный перевод мы живем на локации хур лока она самая высшая из всех средних слоев ближе к богам ближе к сварге я рад уважаемые слушатели и зрители что мне удалось вам озвучить эту информацию те кто изучает мои ролики на протяжении многих месяцев уверен будут рады услышав и увидев подобные изыскания с моей стороны уверен и в дальнейшем как я неоднократно говорил я буду сообщать уникальные особенности устройства нашей гигантской планеты она сим разрешите откланяться с вами по-прежнему вячеслав котляров в харькове 19 часов 41 минута 19.01 2017 года уважаемые слушатели и зрители всего вам доброго до новых встреч быть добру пока пока и